Коммунальщики химок продолжают борьбу с грызунами. На очереди многоквартирные дома на юбилейном проспекте, жильцы которых периодически сталкиваются с незваными гостями. Они есть, но не настолько, потому что лет, они по нормам живут, им уже пищи хватает где-то на помог. А вот зимой они, конечно, спускаются, особенно в дома, где мусоропроводят. Специалисты раскладывают в подвалах пищевые химикаты, смертельные только для грызунов. Собаки и кошки эти яды обходят стороной, так как в них содержатся отпугивающие вещества. Диротизацию в доме проводят каждые три недели, однако жители могут настоять на внеплановом визите специалистов. Плановая диротизация проходит с разбегом 21-23 дня. Раньше эту процедуру производить нельзя по положению Роспотребнадзора. Но если жители обратились официально в управляющую компанию с заявлением о том, что в помещении МКД или рядом они видели животное, которое явно неприятного характера, понимаете, то мы, разумеется, делаем внеплановую диротизацию. По словам специалистов, размножение крыс провоцирует местные жители, которые оставляют еду для бродячих собак и кошек, а также если забитые мусорные контейнеры долго простаивают. В случае появления грызунов в доме следует оставить заявку на портале Добродел. Редактор субтитров А.Семкин